Всем привет! Моё становление как женщина началось 4 года назад. Из-за родовых сценариев я была мужественной женщиной. Сценарий был какой? У меня в семье отец не смог реализовать себя, не было денег, а мама не смогла его на это подвигнуть. И все свои проблемы и вопросы в 12 лет приходилось решать самой. В общем, в итоге полное разочарование мужчинами, то есть в частности такой пример, как отца. Нет денег, никто ничего не может, то есть ответственность только на тебе. Все, что ты сделаешь, то и будет у тебя. В итоге я устроилась на высокоплачиваемую работу, стала начальником, ответственным человеком. Но, как оказалось, это не все так хорошо, как хотелось бы. Там очень много надо вести себя по-мужски. И быть жесткой, сплошная нервотрепка. Для женщины это не очень хорошо. Вовремя попался сайт Оли. Слава Богу, я начала следовать советам, которые Оленька написала. Оставила эту работу. Сейчас занимаюсь наращиванием ресничек, делаю девчонок красивыми. Мне это получается неплохо, мне нравится. Накупила кучу бижутерии, хотя раньше у меня было ее не так уж и много. В зимние платьички приобрела, хотя раньше зима. А вы что, какие платья, только джинсы. Купила шубку подлиннее, чтобы прикрывать все женские места зимой и не мерзнуть. Начали нравиться духи. Как-то раньше ни одного запаха не подходило, который бы понравился. То есть становление женственности это очень важно. Я поменялась и поменялись какие-то вкусы. Все приходит. Стала делать себе мини-кюр, педикюр, следить за волосами, масочкой. Раньше это делалось вообще раз, год-два. Куда-нибудь сходишь в салон, про себя вспомнишь и все. Потом на год забываешь. Сейчас, конечно, я тоже периодически срываюсь, потому что все-таки тяжело удержаться на том уровне. Все время поддерживать себя в красивом состоянии. Не забывать о том, что мы женственные. И не возвращаться к прошлому. Люблючкам и мужскому я сказал. А с мужчиной, с моим, у меня стали немного лучше отношения. Я стала ему больше доверять. Больше перекладывать на него свои обязанности. Практически я уже даже все переложила. То есть он, если раньше тоже у меня ничего не зарабатывал, как мой отец, то есть повторилась судьба материнская, то сейчас открыл свой бизнес, очень старается, пытается, уверен в себе. Я тоже пытаюсь его поддерживать. Хотя, конечно, тоже не без ошибок. Есть чему стремиться. Тора, виват, девчонки, к победе.